6 класс 7 серия. Множество. Множество одно из основных понятий в математике. Вместо таких слов как совокупность, собрание, класс, набор, команда, в математике используется одно единственное слово множество. Мы будем рассматривать множество, элементами которых являются числа. Числовые множества. Множества обозначаются обычно прописными, загладными буквами латинского алфавита. Давайте рассмотрим множество А. Элементы множества А – это числа 1, 3, 5, 7, 9. Если какое-то число принадлежит данному множеству, то мы записываем вот таким образом. Это знак принадлежности. А если не принадлежит, знак принадлежности надо зачеркнуть. Всего 5 элементов в множестве А. Давайте построим диаграмму Эйлера-Вена. Вот такие картинки, когда мы изображаем множество в виде кругов, называются круги или диаграммы Эйлера-Вена. Эйлер и Вен – это математики, которые занимались множествами. Числа, которые принадлежат данному множеству, находятся внутри круга. Так, давайте рассмотрим еще одно множество В. Элементы 1, 2, 3, 4. Если мы сравним элементы множества А и множества В, то заметим, что есть общие элементы. Пересечением этих двух множеств будут являться как раз общие элементы. Они находятся в области пересечения. Итак, если это множество А, а это множество В, круги будут пересекаться. Общие элементы 1 и 3 находятся в области пересечения. Только А принадлежат 5, 7, 9. Только В – 2 и 4. Итак, пересечение множеств А и В – это 1 и 3. Так, давайте рассмотрим множество А и множество С, которое является подмножеством А. Посмотрите, пожалуйста, все элементы множества С принадлежат множество А. И других элементов у множества С нет. Итак, подмножество, круг в круге. 3, 5 – общие элементы. Только А принадлежит 1, 7, 9. И пересечением двух множеств, когда одно из них является подмножество С, будет само множество С, элементы которого 3 и 5. Если множество не пересекаются, общих элементов нет ни одного, круги не пересекаются, пересечение этих двух элементов – пустое множество, а в пустом множестве – ноль элементов. Элементов нет вообще. Такая задача. Надо найти пересечение всех трёх множеств А, В и С. Если есть хотя бы один общий элемент, все три круга будут пересекаться. Общий элемент находится в области пересечения всех трёх. Пересечение трёх множеств. Число 3 является общим элементом. Давайте повторим тему делителей. Все натуральные числа можно разбить на три группы, в зависимости от того, сколько делителей они имеют. Делитель – это то число, на которое данное число будет делиться, имеется в виду без остатка. Итак, три группы. Первую группу составляет одно-единственное число 1. Это число 1. Это число имеет один делитель. Вторую группу составляют числа простые. Вот, например, число 3. Оно является простым. Число 3 делится без остатка на 1 и на 3. Таблица простых чисел начинается с наименьшего простого числа 2. Это единственное чётное число. Дальше идут числа нечётные. 3, 5, 7 и так далее. Таблицу простых чисел до 100 надо знать наизусть. Так, и третью группу составляют числа составные. Эти числа имеют более двух делителей. Так, например, число 4 делится на 1, на 2 и на 4. Причём, обратите внимание, все числа делятся на 1, то есть 1 является делителем любого числа. И само это число. Так, итак, число 4 – 3 делителя. Число 6 имеет 4 делителя. Число 10 тоже 4 делителя. Обратите внимание, единица и само это число. Обязательно. Наибольший общий делитель. Два числа могут иметь общие делители, и часто бывает так, что в задачах нужно определить наибольший общий делитель. Например, когда нам нужно выполнить сокращение дроби, например, нам нужно разделить числитель и знаменатель на наибольший общий делитель. Так, давайте вспомним, как раскладываются составные числа на простые множители. Так, мы берем сначала число 2, это наименьшее простое число, и делим на 2 до тех пор, пока делится на 2. Раскладываем на простые множители. Так, итак, разложение числа 48 на простые множители, это 2 в четвертой степени умножить на 3. Число 36 на 2 делится, делим на 2, 18 делим на 2, 9, 9 на 2 не делится. Переходим к следующему простому числу. 3 делится на 3. Так, итак, разложение числа 36 на простые множители, это 2 в квадрате умножить на 3 в квадрате. Теперь, глядя на разложение, легко найти наибольший общий делитель. Итак, 2, еще одна двойка и одна тройка. Есть и в первом, и во втором. Перемножая 2 на 2 на 3, мы получаем наибольший общий делитель. Если наибольший общий делитель двух чисел равен единице, такие числа называются взаимно простые. То есть других делителей общих нет. Эти числа взаимно простые. А когда одно из чисел делится на другое, то наибольший общий делитель – меньшее число. Кратные. Что такое кратные? Кратные – это те числа, которые будут делиться на данное число. Например, вот кратные числа 3. Это, во-первых, само число 3. Затем мы 3 умножаем на 2, получаем 6. Затем 3 умножаем на 3, получаем 9. 3 умножаем на 4, получаем 12. И поскольку ряд натуральных чисел бесконечен, то число кратных тоже будет бесконечно. Так. Хорошо. Что такое наименьшее общее кратное? Наименьшее общее кратное – это то число, которое делится на каждое из них. Причем это наименьшее из всех возможных. Так. Даются два числа – 75 и 60. Как найти наименьшее общее кратное? Обычно мы число 75 не раскладываем на простые множители, а на простые множители раскладываем то число, которое меньше. Делим на 2, делим на 3. Так. Вот разложение числа 60 на простые множители. 2 в квадрате умножить на 3 умножить на 5. В разложении числа 75 на простые множители двоек нет ни одной. Значит, число 75 нужно умножить на 2 и еще раз на 2. На 3 число 75 делится. И на 5 тоже делится. Значит, на 3 и на 5 домножать не надо. Надо домножить только на 2 и еще раз на 2. И мы получаем число 300. Наименьшее общее кратное. Итак, 300 делится и на 75, это получится 4, и на 60, получится 5. Причем это наименьшее из всех кратных, потому что число, например, 3000 тоже будет кратным. Но наименьшее из всех кратных – это число 300. Если числа взаимно простые. А взаимно простые числа – это те числа, у которых наибольший общий делитель равен 1. Так вот, наименьшее общее кратное – произведение этих чисел. А если одно из чисел делится на другое, то наименьшее общее кратное – большее число. Давайте повторим римские цифры. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Принцип записи такой. Если та цифра, которая меньше, записывается перед той, которая больше, то надо выполнить вычитание. Из 1000 нужно вычесть 100. Это 900. А если мы записываем наоборот, вот ту цифру, которая больше, записываем после той, которая… Вот таким образом мы записываем. Итак, 1000. И справа записываем ту цифру, которая меньше. 500. Выполнить сложение. 1500. Так, давайте выполним сложение и вычитание. Где слагаемые? Здесь у нас будут записаны римскими цифрами. Так, 500, 60 – это первое слагаемое. Тысяча, сто, пятнадцать. Результат действия сложения. Тысяча, шестьсот, семьдесят пять. Так, теперь вычитание. Уменьшаемое. Тысяча двести. Вычитаемое. Шестьсот, четырнадцать. И разность пятьсот восемьдесят.